Семья – это самое дорогое, что может быть у человека, а семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности – это настоящая защита и опора для каждого из нас. Именно у такой семьи мы побывали сегодня в гостях. Иван и Оксана Черненко воспитывают четырех детей, пары вместе со школьной скамьи. Поженились они 20 лет назад. Оба говорят, это любовь с первого взгляда. А как иначе? Ведь только настоящие чувства ведут к созданию крепкого брака и поддержке гармоничных взаимоотношений, основанных на доверии и уважении. Мы учились вместе в одном классе. С 10 класса мы вместе с 2001 года. Вот уже 24 года. Закончили школу. Он пошел на юридический, я пошла на экономический. В 2006-м... В 2004-м. В 2004-м, правильно. В 2004-м мы поженились. И вот живем. Душа в душу, как говорится. А так и в садике вместе, и в школе. И вот по сей день. Мы расположены в нормальной семье. После женитьбы, после нашей свадьбы, в 2006-м году мы поженились. Как сказала, господин супруга, в 2006-м году у нас родился первый ребенок. Долго ждать, как говорится, мы не стали. Потому что и у ее родителей, и у наших, и у моих родителей, и у ее бабушек, и дедушек, как бы все были многодетные семьи, там, от трех, четырех, пяти и шести детей. И поэтому мы, как бы, тоже воспитаны в духе, как говорится, большой семьи. И не то, что цель поставили, но, как бы... Хотели. Да, хотели, и вот по порядку, как говорится, и пошли они. В 2006-м году родилась старшая дочь, потом в 2008-м средняя. Чуть-чуть подождали. Родился наш, кстати, старший сынок, мы называем его в семье, это Александр. Назвали его тоже в честь деда Черненко Александра Ивановича. Что мы будем делать, когда нам там будет уже 45-50 лет, дети, в принципе, уже старше разбегутся, ну, и запланировали, решили родить еще одного малыша. Вот, родился в 2002-м году, 1 февраля, да, родился Черненко Алексей Иванович, наш мальша сын Кальпы, который думает, что останется по всем традициям и русским, и, коль мы живем в Адыгее, и кавказским традициям, останется с нами, будет жить в этом доме. Видите, у нас, ну, хвалить их, как говорится, на Кавказе нельзя, но, в принципе, они нас не огорчают. Старшая дочка учится очень хорошо, надеемся, что закончит свою школу с отличием. Вот, ну, а те подтягиваются за ней и не отстают от нее, от своей старшей, говорится, сестры. Она их наставник, она, грубо говоря, вторая мама их, вот, за ними смотрит, обучает их всему, играется, говорится, ну, нянька. Вот, они за ней подтягиваются тоже все, учатся на хорошо и отлично у нас в школах. В этом году Алексей Иванович пойдет в детский сад, так говорится, переобщаться уже к социуму. Как сплотить совершенно разных детей, показать им, что такое семья? Оксана рассуждает с высоты своего богатого опыта. Семья – это постоянная работа. Работа, потому что у каждого, я сейчас насчет детей, у каждого свой характер. Каждому нужно подстроиться, найти свой путь. Как бы, даже старшему 17, младшему 2, еще мы над этим работаем, мы не можем сказать, что мы нашли к каждому путь. Нет, ну, конечно, семья – это однозначно, это большой труд, большой труд над собой, правильно же супруга выразилась. К сожалению, в нашем бурно развивающемся мире, со всякими вот этими информационными технологиями, с всякими хейтами, мейтами и так далее, действительно нужно работать над тем, чтобы вот эти традиции семейные, семейная традиция в том смысле, что уважение к старшим, почитание старших, уважение детей, сохранять. И прежде всего, учитывая разность характеров, вот так правильно супруга отметила, всех нас, людей, необходимо вот где-то уступить, да, действительно, где-то, может быть, палочку чуть перегнуть для того, чтобы добиться своего, где-то уступить для того, чтобы эту семью сохранить. Потому что, как показывают статистики, к сожалению, у нас, да не только у нас там, ну, в Адыге это еще более-менее, потому что хоть какие-то традиции есть у нас есть, кавказские. А вот в целом по России, да, и вообще в мире, ну, там, 15% в семье только сохраняется. И после заключения брака доходят, допустим, до рубежа 20 лет, там, это уже, там, из этих 15, там, процентов в 10, да. А доходить там до 40 лет, или, как, допустим, там, мои родители, да, или вот ее родители тоже в прошлом году их приглашали, вот, также администрация, как бы сказать, организовала конкурс, дойти до 40 лет совместной жизни, это, конечно, дорогого стоит. И, действительно, здесь нужно переломить и себя, потому что, допустим, у меня там вспыльчивый характер, она немножко там спокойная, да, и мы когда-то, что-то какие-то моменты, мы можем до другого что-то наговорить, но ты задумываешься и смотришь на своих старших, думаешь, да, 40 лет они прожили, а почему мы не можем. И, как говорится, семья это, вот, если ты раз и на всю жизнь, то есть не надо бегать, сегодня я хочу, завтра, значит, у нас там какие-то проблемы, там, какие-то переходные возрасти, какие-то там, как говорится, там, возраст, там, средний возраст, там, какие-то кризисы, это не про нас, все однозначно, потому что мы воспитываем в духе таких традиций, наш прадед по всем линиям, наш дед, наши родители, вот так они и образовали свою семью, так они доселе и жили, и живут, и поэтому мы тоже это своим детям и показываем, что нужно, если ты семью организовал, то она один раз до конца, вот, как бы, вот, поэтому это большой труд на самом деле. Мы считаем, что главное в семье в воспитании детей – любовь. Дети учатся на примере родителей, и если в семье царят любовь и взаимопонимание, то дети вырастут хорошими людьми, создадут такие же счастливые семьи. Мы убеждены, что семья должна быть большой. В большой семье дети растут более самостоятельными, умеют трудиться и заботиться друг о друге и родителях. Поделились с нами Иван и Оксана. В отношении с детьми самое главное – это, во-первых, понимание, вот, как со стороны родителей детей, так и со стороны детей родителей. Ну, прежде всего, это уважение тоже. Мы уважаем детей своих, уважаем их мнения, ну, и, грубо говоря, в духе таких вот традиций, как бы, не сказать, что жестких там, да, как некоторые говорят, но факт в том, что у нас, грубо говоря, такой вот патриархат семьи. То есть, то, что сказал папа, то, что сказала мама, для детей должно быть законным. Вот, в 18 лет исполнится, тогда мы говорим, пожалуйста, принимайте решение самостоятельно. А вы заведете своими семьями, тогда делайте, что хотите, а доколе мы за вас отвечаем. Грубо говоря, будьте добры делать то, что необходимо и предписано. На стенах десятки фотографий детей, а в доме полный порядок, руководит которым улыбчивая и гостеприимная мама Оксана. В этой семье все делается сообща. Старшие помогают присматривать за младшими, подрастающие детки начинают помогать родителям в ведении домашнего хозяйства. Девочки ответственные за чистоту и уют, строго следят за порядком в доме, помогают маме на кухне. Мальчишки под руководством отца осваивают навыки в мужских занятиях по дому, мастерят, ремонтируют, строят. Хозяйство большое у нас, дом большой. Кто-то посуду моет, кто-то со стола убирает, кто-то кроликов кормит. Как бы все заняты. Бывают, конечно, начинают, как дети. Мы не хотим, мы не будем. Но потом берут себя и помогают, делают. Конечно, помогают. Как без этого? Да, солнце мое? Помогаете маме? Да. Ну, честно скажу. Да. Помогаете? Да. Что делаете? У кроликов там уток кормим. Кого? У уток кроликов кормим. А еще что делаете? Убираемся. Что делаешь? Игрушки складываем. Вот, за младшим братом, да? Да. Это вообще главная работа, да, Саша? Да. В течение дня я много чем помогаю маме. Я стараюсь ей всегда помогать. Я мою полы, там, пылесошу. Иногда там мою посуду, вешаю вещи. Когда мама чем-то занята, я постоянно нянчусь с братьями, помогаю им там с уроками. Для меня всегда было важно, чтобы мои родные питались здоровой, качественной пищей. Именно поэтому мы держим очень большое хозяйство, поделился с нами глава семьи. Мы работаем, она, моя супруга, является индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства. Вот у нас, у нас основной заработок, это мы обрабатываем поля, выращиваем. Вот, как бы, ну, на это и живем. У нас хозяйство есть, там, кролики, свиньи, козы, барашки. Ну, по счету для себя пуры и так далее, для того, чтобы кушать, как бы, детей, кормить только натуральными продуктами питания. Свой огород у нас, 50 соток, на нем мы сделаем малину, клубнику. Ну, как говорится, в деревне нужно трудиться на земле. Вот, ну, в принципе, все нас устраивает, государство нам поддержку оказывает, потому что в настоящее время, вот мы тоже на детей получаем определенные социальные выплаты, льготы. Как бы, в этом проблем у нас нет. Плюс, государство, спасибо, тоже замечает нас, наша старшая дочь, Анастасия Ивановна, по какому-то конкурсу, я не знаю, как это было, она ездила на президентскую елку в Москву, как бы-то тоже поддержка многодетных семей для того, чтобы посмотреть мир, как говорится, себя показать, и наш район, и наш хутор там представить. В принципе, все прошло нормально, поэтому живем счастливо. Чего еще хотеть? Дети здоровы, не болеют, не в том, все нормально. Детский смех в семье Черненко звучит непрерывно. Как призналась Оксана, с ними совершенно невозможно соскучиться, и она рада, что дала жизнь четверым ребятишкам. Семья Черненко с удовольствием проводит время вместе, устраивают семейные праздники, коллективные выезды на природу. У них еще есть одна добрая традиция – по пятницам к ужину собираются все члены семьи, садятся всей большой дружной семьей за стол и обсуждают события прошедшей недели. Традиция – мы всегда собираемся в пятницу, у нас тяжело собрать вместе, потому что папа всегда по утрам уехал, и ночью бывает возвращается. А каждую пятницу мы стараемся сделать ужин и посидеть за чаем, поразговаривать, обсудить свои проблемы. Иван и Оксана Черненко – пример культа полноценной многодетной семьи. Эти выводы мы сделали не беспочвенно, а увидев их сплоченность, добрые отношения, тепло, уют, а также гостеприимство. 20 лет, я думаю, что это вообще не срок. На самом деле, вот сейчас, когда мы сидим, да, и даже вот сейчас вопрос задали, немножко задумался, оглядываешься назад, это просто вот пролетело, к сожалению, как один день. Потому что вчера мы вроде бы сдержались, у нас даже фотографии сдержались, мы, между прочим, даже в детском садике мы стоим, когда мы там три годика, мы держимся за ручку, держались, вот буквально за ручку в детском садике, глазки открыли, закрыли, хопочки, уже 20 лет прожили. Да, ну смотришь, что, смотришь, 20 лет не просто прожили. Да, не просто прожили, да, четверо деток. Поэтому, я думаю, что это не срок, и как бы даст Бог, сколько будем жить, столько будем вместе, однозначно, это мы, как говорится, даем слово. Дальше будет интереснее. Да, дальше будет еще интереснее. За 20 лет совместных жизней они создали то, что многим не под силу сделать и за всю жизнь. Они создали, пожалуй, самое главное – настоящую семью, большую, дружную, крепкую. Семьям, как рожайте, как это один ребенок, в нашем понятии вообще нет, как это один ребенок родить. Это счастье, это гордость, ну как без детей, как это один ребенок, когда они тут бегают, все шумят, игрушки у нас постоянно в доме разбросаны по всем углам. Но это счастье, это вот, для меня это счастье просто материнское, иметь столько детей. Что я могу дать, какой совет могу дать, я вообще вновь образованный, вообще, которые, и семьям которых это один ребенок. Естественно, даже если посудить по арифметическим раскладам, для продолжения вообще нашего человеческого рода, нужно минимум, у меня трех ребенок, детей минимум, потому что один это замещает папу, один замещает маму, в случае, ну, мы все не вечные, а один это уже прирост твоего рода, твоего, даже человеческого рода, это во-первых. Во-вторых, как показывает сейчас статистика, к сожалению, в Российской Федерации, настолько мне известно, уровень, ну, как бы, паритета еще нет, но уровень смертности от уровня рождаемости, где-то коэффициент составляет 1,85%. Ученые подсчитали, для того, чтобы нация развивалась, для того, чтобы Россия процветала, грубо говоря, нужно минимум 2,85. А, допустим, посмотрим на республики Северного Кавказа, в частности, там, Адыгею, да и дальше, 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 то у нас здесь уже три с чем-то коэффициента, у нас прирост населения есть. Поэтому, даже исходя из этого, для того, чтобы продолжить человеческий род, мы должны работать. Ну, а так, супруга правильно сказала, это счастье. Вот, допустим, я весь день работаю, в 7 часов ушел, в 9 часов пришел, такая вот голова, проблемы и так далее, раз зашел, раз, подбежал маленький сынок, сел на колены, папа, мама, давайте поиграем, туда-сюда, с машинками, ты сразу расслабился, а так-то я бы сошел уже давно-давно с ума. Я не знаю, просто, как люди, которые действительно, там, имеют один-два, да, и потом говорят, там, мы будем жить там для себя, в смысле для себя. Вот мы живем для себя, мы живем для себя, для того, чтобы у нас было много детей. А так, конечно, однозначно, вот я даже завидую людям, у которых там 6 детей у нас на Кутере Игнатьевском есть, 5 детей, это очень хорошо. Но еще раз повторюсь, что там, допустим, у моего отца в семье было 7 детей, допустим, у ее бабушки у нее было 4 детей, грубо говоря. Спасибо большое, спасибо. Поэтому только-только нужно правильно, и, как сказал недавно глава администрации, на совещании, которое было, он сказал, что? Он сказал, рожать, рожать, рожать и рожать, только в этом случае мы будем развиваться. Я полностью в этом смысле его поддерживаю. И поэтому всем одна моя рекомендация. Только действительно заводите больше детей, это цветы жизни. Но мы и отдыхать, мы никогда не едем вдвоем отдыхать. У нас нет такого, что мы поехали там куда-нибудь вдвоем. А как же дети? А как же? И вот мы все вместе едем в горы, едем на море. И мы хорошо время проводим, нам нравится. Нам скучно не бывает никогда. Мы все праздники, не то, что мы с семьей собираемся, мы собираем бабушек, дедушек. У нас всегда компания, там около 30 человек. У нас как же это все шуманно, у нас это все хорошо. Продолжение следует...